Привет, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, сейчас мы с вами посмотрим вторую сериадского босса от Вивьен, смотреть мы будем в озвучке от CyberCatStudio, ссылочка на них будет в описании, собственно, как обычно. Лайкосик, подписчик, колокольчик, я уже не хочу тянуть, но как бы тут у меня гирлянда, так что новогоднее настроение, сейчас 11 декабря, новогоднее настроение, наверное, уже пора подрубать, я надеюсь, оно у вас есть, если есть, то напишите в комментариях, что оно у вас есть, если нет, то тоже напишите, что его нету, я хоть буду знать, что я не одна. Ну, я думаю, гирлянда есть, так что половина-половина-то, наверное, уже сделана. Всё, поехали смотреть. Штуку. Мамочка, папочка! Привет зовёт на Стелла. Ты иди. Вин, что тревожит тебя совушка моя? Папа! Папочка! У меня был сон! Очень плохой сон! Ох, просто кошмар. Я искала по всему дворцу, и нигде не могла тебя найти! Тебя нигде не было! Октавия, всё хорошо, ты в безопасности. Когда ты напугана, и не знаешь, где я, ты должна помнить, неважно, что происходит со мной, я никогда не буду далеко от моей любимой маленькой звёздочки. От Столса не ожидала, на самом деле. От этого извращенца? Не знаю, как она закрывает, но так хочется. Как красиво. Я думала, что любия делается, что любовь будет приключением. Теперь все мои истории уже сказаны, только по одной. Как красиво. Как красиво. Как красиво. Чтобы он спел что-то или это была, типа, иллюзия. Учитывая столоса, я, конечно, к первому варианту склоняюсь, потому что эпичность, это же наше всё. Вот этого тоже хочешь трахнуть? Ау, конечно, нет. Ты, это сплошной позор. Кстати, у него жена очень красивая. Она прям... У них вся семейка красивая, но жена у него прям... Я никогда не злиться, хочу тратить ни секунды более, смотря на твое жалкое бесоёбское рыло! Сраную, бесполезную, жалкую рожу! Утречка, Октавия! Хорошо спалось, моя совушка? Такой серьёзный вопрос. М-м-м... А что ты слушаешь? Эта песня называется «Мой мир горит вокруг меня». Отойди нахер, пап. Группа такая. Оу, восхитительно. Вы так и кричите весь день? Эм... Ты знаешь, чего я не делал уже очень-очень давно? Не брал тебя в твоё любимое место во всём аду. Почему бы нам не сходить в Лу-Лу-Лэнд? Мне уже не пять лет. Ты всегда была так счастлива, когда я водил тебя в Лу-Лу-Лэнд. Что скажешь, пойдём туда вместе, прогуляемся. Только мы вдвоём. Я скорее умруюсь. Ради них всё хорошо делать. Вот так. Готова на всё, лишь бы не оставаться в доме. Теперь я позабочусь о твоей безопасности. Безопасности? В парке развлечений? Мы богаты. И красивы. Люди хотят наши деньги и тела. Только деньги, наверное. Говори за себя, принцесса. Так, я звоню единственному человеку, который может трёхнуть меня. Что? Защитит меня. Нас. Быть частью семьи Гаэти очень почтительно. Ты знаешь. Оу, Блиц, ты такой хороший босс. Да, я очень хочу вас, сэр. Я тоже. Давайте тогда втроём. Чего? Привет, мои больших вы, Блицы. Какого хера? Папа. Действительно. Следите за языком, оба. У меня особая просьба. Слушай, у меня только что был пилинг, так что найди другое лицо, чтобы приземлить свою перьевую задницу. Я про свою дочь. А, ну тогда убедись, что она её помыла. О, нет, нет, нет. Я везу свою дочь в Лулулэнд и надеюсь, что пара твоих бравых бесов составит нам компанию. Мы убийцы, не телохранители, ясно? Не приглашай нас на херню, где никого не надо убивать. Я тебя заплачу. Заплатишь чем? Деньгами. Идёт! Эмэм, идите-ка сюда, мы выдвигаемся в Лулулэнд. Лулулэнд? Лулулэнд? О, Лулулэнд! Закройте нахер свои рты! Луна? Пафос. Пафос. И запомни, это работа и только работа. А с другой стороны, он богатый, он в аду, он суперсильный. Что... Что ему терять? Я и моя команда здесь, не для ублажения твоих извращённых нужд, понятно тебе? Эй, пап, нам обязательно... Так, подожди-ка чутка, милая. Если ты попытаешься трахнуть мою маленькую задницу в этом парке, клянусь... Ты такой миленький, когда серьёзный. Меня сейчас тошнит. Вот, блин, у меня что-нибудь найдётся. Что нужно? Анаргейный бупрофен, морфин? Это было образно. Старик. А, точно. Но она же сказала серьёзно. Вау! Я здесь в последний раз ребёнком была. Ничего не изменилось. Вау! Смотри! Это же большой бубли! Выглядит... Разочаровывающе. Ой, да ладно! Весело же! Ты раньше здесь не был? Нет. Тематические парки меня всегда напрягали. Милли, по оптимизму похоже на Мэйбл очень сильно. Прям такая прям... Особенно боскоты. Ну, приветик! Я Лулу. Добро пожаловать в Лулулэнд. Если вы пострадаете, здесь можете подать в суд. Смотри, Виа. Это же Лулу. У меня вопрос. Ну, так спрашивай же, девочка! Правда ли, что этот парк просто позорное ответвление от более популярного парка Люцифера Лулу Уорлд? Нет. Это место сплошной корпоративной позорной. Почему бы нам не сходить посмотреть на горки? А эта девка жуткая, да? Поскорее бы её отец заткнулся от твоей дырки. Это ещё что значит? Не разговаривай со мной! Я знаю, что внутри сидит извращенец. Да. Я вижу, тебе им правда здесь нравится. Я просто обожаю! Родители приводили меня сюда с моими упрятиями, когда могли позволить в плане денег. Да, цены здесь кажутся просто грабительскими. Ну, типа, так много отдать зименную чашку, которой ты воспользуешься раз? Но это же Лулулэнд! Слушай свою дырку, Мокс. Давайте-ка я за ними послежу, а вы в это время повеселитесь. Оу! Мы покатаемся на моей любимой горке! Да? А эта какая? И кто после этого скажет, что Блиц не лучший босс, а? Э! Мокси, наверное, скажет. Вот блинский! Блин, мне жалко столоса. Знаешь, мне так волнуйся смотреть за тобой на работе, Блиц. Давай потом, сука, я работаю! Вам не помешало бы снять комнату? Эй, я тебе не дешёвая шлюха! Что? Я же сказал, что не шлюха, мамаша! О, смотри, Виа! Ты же просто плакала слезами радости на этом выступлении! Только нет! Радости ли? Я так и думала, что нифига не радости там были слёзы! Но он харизматичный. Ненавижу этого странного клоуна! О, бля... Блиц, видимо, тут раньше работал, да? Блицы, мне очень нужен мой телохранитель! Ну, приветик, народ! Это я, механический физи-роли! Привезён прямиком из фабрики, чтобы подарить вам великолепное выступление в честь того, что Лулу пишется так, на законном уровне! Прорубайте! На законном уровне? Субтитры или смотреть? Уродливые дети! Просто жок! Чарли! Привет, привет! Попробуйте и выкрайте вещичку! О, Мокси! Смотри, вещичка! О, она тебе нравится? Да! Я без понятия, что это, но очень сильно хочу! Я же говорила, что это Мейбл просто... Наконец-то! Вещичка, с которой я справлюсь! Окей! Одну игру, пожалуйста! Надо сбить хотя бы одного, дружище! Но я попал же! Что-то я не понимаю, о чём ты, приятель! Ты ведь видишь цель? Она не упала! Так что да! Балл не засчитывается! Что, блин, не так с этой штукой? Ну и дела, дружище, мне тебе и правда жаль! О, как прекрасно! Ох, какой же ты меткий, Блицси! О, я больше так не могу! Нет, стой! Октавия! Это что, мои сенсоры заметили прилиться? Ставлю на то, что от тебя дети до сих пор убегают! Да? Зато всегда молча! Прямо как твоя публика! Как когда-то травил здесь свои шутейки! Сучка, я зарабатываю больше, убивая людей, чем ты, будучи дешёвой подделкой переоценённого продажного клоуна Джестера! У кого-то сгорело? Но если смотреть на правду, то меня люди любят, а тебя хоть кто-то любит? Больше головой! Нет! Ну зато я теперь хорош с пушками! Танцуй, сучара! И вот кто поспорит сейчас, а? Чёрт, побери! Факелы! Я вам рекомендую взять себе хороший факел! Ау! Я сказал ау! Пожарная безопасность? Вау, чувак, ты реаль... Он... Вроде жуткий, но он такой классный этот клоуна. Ты начинаешь выглядеть каким-то грустным. Знаешь, если ты лох, то ты лох! Похоже, что тебе не выиграть здесь приз для своей любимой девушки. Дай-ка я! Вообще мимо. Оу, вы только гляньте! Удачный выстрел, детка! Да ты издеваешься! Ты, ты, ты шарлатан! Эй, потеряй себя, песклявый! Я тут разговариваю с Миледи. Сэр! Оу, здорово, народ! Идите, наверное, убедитесь, что стол у вас в порядке, ладно? Мне тут нужно уладить одно незаконченное дельце. Вот это пушк. Ох, какой ротик! Боже, Джоу Ньюфьюн! Ты запорол ещё одно чёртово фото! Почему ты вообще родился? Октавия! Просто оставь меня! Октавия! Я думаю, сейчас бы телохранитель не помешал. О, так лучше. Где Блицзи? Он моя сверкающая ночная броня, а не вы. Он сейчас... Занят! Строит из себя дурака. И какого дурака? Который поджигает всё вокруг. Октавия. Похоже, тебе нерадостно. Я никогда не хотела сюда возвращаться! Прости меня, милая. Я думал, тебе здесь нравилось. Когда я была ребёнком, родители не ненавидели друг друга. И мой отец не тусовался с каким-то красным мудаком постоянно. Прости меня, Виа. Прости меня. За всё произошедшее сегодня я знаю. Произошло многое, и я должен был тебя послушать. Я просто хочу домой. Но даже дом уже не ощущается как дом. Ты всё испортил. Ты должна понять. Твоя мама и я... Я просто... Я чувствовал... Она всегда была... У меня никогда не было... Мы были в... Прости, я не могу подобрать слова. Ты собираешься сбежать с ним? И оставить меня? Уйти туда, где... Я не смогу найти тебя. Что? Нет. Нет, нет, никогда. Я никогда так не сделаю. Никогда. Я думаю, пора уходить отсюда. Ты была права. Ты слишком взрослая для этого. Ты чём учил хранитель? Дилия. Итак, что бы тебе сейчас хотелось? О, поехать в модный культ. Они продают странные чучела. Ну, ладно. Спасибо, пап. Иногда ты норм. Спасибо, Виа. Спасибо. Мы опять что-то хорошее испортили, сэр. А ну, того стоило. Этот шлюховатый Рома-клоуна сам запросился. Ну и что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Ну и что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Я никак не ожидала, что Столос будет настолько любящим. Он не хороший отец, нет, он плохой отец, но любящим, любящим отцом. Кто бы мог знать, что этот конченый извращенец будет хорошим папочкой? Очень-очень плохо звучит. Это очень просто будет хорошим отцом. Потому что слишком сексуализирована прошлая фраза. Да, просто кто бы знал, что он будет любящим отцом. Всё. Вот так вот и оставим. Это настолько трогательная песенка. Я только немножко не поняла. Собственно, как и всегда. У меня всегда очень много вопросов, всегда очень много теорий. Которые я, походу, забываю. Но всё-таки он пел в своей песне что-то вроде... Так, я пока вырублю. Мне нужны только субтитры. Я думала, что любовь это весело. Вот, а потом он, видимо, столкнулся с чем-то... С чем он столкнулся? С семейной жизнью. И что-то у него пошло не так? Или что случилось? Что у них в отношениях с его женой? Её вроде Стелла зовут. Со Стеллой случилось? Или это просто классическая семейная пара, которая со временем как бы разваливается? Из этого страдает ребёнок. Пятнешь как-то. Она такая милашка. Особенно в детстве. Я смотрела её инстаграм, вернее, её фотки в инстаграме Столлоса. А у него там такая тиковка, такая прям милостика. Вот, и... И ещё мне интересно. У него... У Столлоса что у него вообще за магия? Потому что он тут как бы иллюзию создал в космос? Или он реально как бы в космос телепортнулся? Так у него есть книга эта. Вот. И он такой, ну, пошёл, уничтожил там пару планеток. Что у него за магия такая интересная? Вот. И любовь Октавии к космосу, это просто пушка. Это будет, короче, типа искорки. Да, пускай это будет что-то вроде искорки. Они обе милашки, обе умные, обе любят читать, обе фанатеют по книжкам. Вот. А ещё у Октавии теперь, наверное, новый питомец. Или это не новый питомец? Ну, короче, в Институте там какой-то питомец был. Вот. Я думаю, что это... Да. Короче. Будем ждать следующих серий обязательно. Я надеюсь. Наверное, выйдут после Нового года. Да? Наверное, да. Ну, может быть, будет какой-то спецновогодний или рождественский выпуск, как делают некоторые. Интересно. Я думаю, будут или не будут. Кто знает. Надо следить за Вивьен. Следить за Вивьен. В смысле, в Инстаграме или на Твиче. Нет, не Твиче. В Твиттере. Вот. И чтобы там всё понять. И я уже опять заболталась, да, потому что после адского босса можно говорить много. А ещё мне нужно будет опять пересмотреть, потому что я, скорее всего, очень много деталей пропустила. Короче, знаете, как надо делать? Надо, короче, один раз смотреть, потом второй раз смотреть, потом третий раз смотреть. И, короче, тогда реакция где-то на час получится. Но тогда можно будет прям полностью отреагировать на каждую деталь. Вот. Тупой план, но он хорош. Он хорош, конечно, да. В общем, спасибо огромное за просмотр. Лайкосик, подписочка, колокольчик в описании. К Сайберкэт им тоже влепи огромнейший лайкосик, потому что скорость озвучки это просто, ну, что-то нереальное. Вот. Ну всё. Пока-пока. Голос немножко пропал. Пока-пока.